Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казоку Фэмили. К сожалению, мы на прошлом стриме не смогли пройти до конца четвёртый эпизод. Так что этот стрим окажется очень коротким. Просто из-за того, что на тот стрим не хватило времени, чтобы его закончить. Ну, то есть кусочек не хватило, и этот кусочек переносится, ну, можно сказать, на второй раз до пятого эпизода. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, наслаждайтесь... Господи, блять. Наслаждайтесь тем, что мы начинаем второй кусочек. Вот. Но сложность будет заключаться в другом. Тут будет очень сложный момент, от которого ебаться, ебаться и ебаться. Ладно, присаживайтесь поудобнее и готовьте челючек-кофеочек. Что вы там готовите? Колу? Пепси? Хуепси? Погнали, шпекси. Так. Это с вами культ сделал? Дитя не выбирает свою судьбу. Так заведено испокон веков. Вскоре ты поймешь истинное единство, что дарует Бесконечный. Бесконечный, это ты почему-то заражаешь души в этом здании. Дима сочится сквозь все сущее и подчиняется нашей воле. Мы вечно... Мы вечны. Мы превзошли... Короче, что-то там... Смерть. Короче, да. Вот такая вот херня. Так. Окей. Терренс, я знаю, вы где-то там. Вы должны остановить это безумие. Ты обращайся к тому, кого больше нет. Твое сопротивление бесполезно. Тогда я сам остановлю тебя. Ты попытаешься и не сумеешь. Так происходит всегда. Так. Че за дичь? Эээ, так нечестно, блядь. Блядь. Они мне паузу, пидоры, не дают. Блядь, да что такое? Блядь. 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 Блядь, я не вижу ни коренной. Блядь. Блядь. Блядь, блядь, блядь. Сука, я не успел, ёбаный ты в рот. Пиздец. Блядь, где эта ёбаная рамка? Ёбанулся, палки гнуса. Блядь, последний глаз, ёбаный в рот. Блядь, последний раз оставался, ёбаный насос. Блядь, 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 блядь. Ёбаный же ты в рот. Блядь, да ёбаный насос. Это пиздец, ребят, это реально пиздец. Сука! Я ошибся на том глазу, блядь. Здесь он нахуй всплывается, ёбаный в рот. Пиздец, ёбаный насос, палки гнуса, блядь. Блядь, 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 блядь. Ух, ёбаный насос, блядь. Блядь, 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 ошибся нахуй. Это полный пиздец, это реально полный пиздец, ебаться, сраться, обниматься, блядь. Как можно так проебаться на самом простеньком? Блядь. Ебануться. Тут грёбаные мини-секунды, ебать, ох, рот. Как такое возможно? Что за поворот, блядь? Ебать. Блядь. Блядь! Путаешь ебучие кнопки. Ебучий в рот. Ебать, ещё лучше. Давайте же вообще, блядь, опустимся и сдохнем, блядь. Давайте же. Приятно же будет просто, блядь, взять и сдохнуть, да? Пиздец, блядь. Как можно ошибиться, блядь, в четырёх ебучих балках, ёбаный же ты в рот. Тут как бы своя подъёбочка, блядь, есть нахуй. Блядь! Опять 25! Последний глаз вообще, пиздец, тяжело проходить, ёбаный в рот. Ты ебучий в рот, блядь. Пиздец. Блядь! Чё я, блядь, туплю на ровном месте, нахуй! Как можно тупить на ровном, блядь, месте? Как? Вопрос. Объясните мне, пожалуйста. Ёбаный же ты в рот. Как можно реально тупить на таких обыкновенных, блядь, блядь, местах? Как? Пиздец. Вот так ошибиться просто из-под тяжка это вообще пиздец. Это чёртов еблосос просто. Я ждал тебя, Сэл. Я знал, что это будешь именно ты. Знал с того момента, как тебя увидел. Терренс? Приношу свои извинения, милый друг. Я был несколько не в себе и многим причинил боль. Теперь всё кончено? Почти. Боюсь, осталось последнее задание. Отвратительное, страшное задание. Каким бы оно ни было, я его выполню. Всё, что угодно, чтобы остановить это навсегда. Ты должен убить всех, кого запятнала тьма. Но это же все же все здания. Моя семья, мои друзья. Мы знали тьму из их душ. Мы их уже спасли. Боюсь, их невозможно спасти, Сал. Слишком поздно. Их души были уничтожены. Если тени не сдержать, они просочатся сквозь щели и угаснут многие тысячи других жизней. Моё сердце болит за тебя. Я знаю, что ты потеряешь всё, всё, как потерял я много лет назад. Я не смогу это сделать. Пожалуйста, не заставляй меня это делать, Терренс. Выбор за тобой. Я знаю, что эта ноша неимоверно тяжела, но также знаю, что ты примешь правильное решение. Я... Да. Так. Ладно. Возьму в руки джойстик. Эдисон прав, Сал. Ты должен это сделать. Мне ужасно жаль. Другого пути нет. Короче, сейчас трэш начнётся. Мне что-то нездоровится. Поможешь мне зайти в квартиру, Сал? Мистер Гибсон. Мда. Убить родителей Тода. Салли Крамсали, ты не видел нашего Тода? Нам нужно поговорить с ним. Мда. Начинается трэшачок. Угу. Охренеть. Привет, чел. Рад, что ты решил вернуться. Но теперь-то мы зажжём. Да. Больше никто не зажжёт. Звезду. Дэвид. Здорово, Сал. Ты как норм. По-моему, что-то тут странное творится. Ну да. Странное. Не, ну, знаете, блядь, вот жёстко было, когда убить пыха и ребёнка. Вот это вообще трэш. Вот для меня это было самое трагичное. Не знаю, как для вас, но сейчас хардкор будет. Салли Камсави, теперь можно покататься у тебя на плетях. Мда. Трэш. Нет, ну тут психологически уже игра просто давит. Роберт. Чё, как, братишка, выглядишь дико уставшимся путём? Ну да, всё путём. Практически. А собственных родителей это вообще трэш. Привет, дружок. В холодильнике осталось немного лазаньи, если ты проголодался. Знаешь, возможно, говорю ты не так часто, как следовало бы, но я тобой горжусь, Сал. Ты прошёл долгий путь, и я знаю, что порой было нелегко. Я смотрю на тебя и восторгаюсь мужчиной, которым ты становишься. У тебя большое будущее, я уверен. Я люблю тебя, приятель. Мда. И остался, по-моему, последний этаж. По-моему, момент с Тоддом. Что-то не так. Я потерял сознание в домике, на дереве. Очнулся в храме. Они меня связали. Там было что-то ещё, кажется, демон. Они сделали надрез и взяли у меня кровь. Потом я услышал какой-то громкий звук и снова потерял сознание. Когда я пришёл в себя, они уже ушли, а меня развязали. Мне нехорошо, Сал, но тот это осознаёт. Кажется, я умираю. Да. Второй звонок от Тодда я получил около трёх ночи. Тодд так сильно плакал, что я едва могла разобрать его слова. Я поняла, что Тодд и Сал вляпались в неприятности и находятся в апартаментах. Звучало серьёзно, поэтому я позвонила в полицию и сразу же поехала туда сама. Я приехала одновременно с полицией. Идя к парадному входу, я увидела, как Тодд убегает в лес. Я позвала его, но он даже не обернулся. Я подошла к зданию и увидела Сала. Он стоял в дверях с ног до головы, перемазанный кровью и смотрел в пустоту. Он бормотал одно и то же раз за разом. У меня не было выбора, я должен был это сделать, другого выхода не было. Я попыталась поговорить с ним, но он никак не реагировал. Копы оттащили меня от того, как я успела подойти ближе. Сал не злой человек, не плохой, ему просто нужна помощь. Доктор Роткин, вы проводили оценку психического состояния мистера Фишера, пока Тодд находился в тюрьме? А также несколько месяцев занимались с ним терапией, всё верно? Да, всё верно. Какие выводы вы сделали на основе своего общения с подсудимым? По моему профессиональному мнению, Сал Фишер чётко осознавал свои действия, находился в здравом уме, когда убил всех жителей апартаментов Эдисона. И эта замысловатая история, которую он сочинил, всего лишь выдумка. Его попытка выстрелить себя героем, а не злодеем, он говорил столько убедительно, что я даже начал ему верить. По просьбе Сала я отправился в апартаменты, чтобы посмотреть домик на дереве, но абсолютно там ничего не нашёл. И чем дольше я копался в его истории, тем больше несовпадений находил. И эти несовпадения, а также противоречивые улики доказали мне, что Сал не помежен, а всего лишь лжёт, чтобы себя защитить. Как вы считаете, представляет ли Сал Фишер опасность для окружающих? Представляют, несомненно. А господа присяжные, готовы ли вы огласить вердикт? Да, Ваша честь, мы готовы огласить вердикт. Итак, какое ваше решение по делу Сала Фишера против округа Нокфилл? Коллегия присяжных объявляет подсудимого виновным в массовом убийстве первой степени. Я согласен с вердиктом присяжных и связи с тяженью совершенного преступления. В настоящем я приговариваю Сала Фишера к смертной казни. Нет, вы не можете так поступить, он болен. Ему нужна наша помощь. Порядок. Порядок в зале суда. Эшли делала всё, что в её силах, чтобы не допустить смерти Сали. И каждая её попытка терпела крах. Она сидит в гостиной, в то время как в новостях объявляют, что сегодня Сали будет казнён. Её охватывает невыносимая печаль. И тут в голову Эш приходит мысль, которая способна всё перевернуть. Только вот действовать нужно очень быстро. Так. Ларри, ты тут? Пожалуйста, чувак. Если ты тут, покажись. Мы должны помочь Салу, он в опасности. Я принесла твою старую музыку. Если это не сработает, я сюда больше никогда не поднимусь. Ларри? Боже. Просто ебанулся. Привет, Эш. Вы всё это время говорили правду? Эм, тоже мне новости. Так и знала. Ну, то есть, я, конечно же, сомневалась, но очень-очень хотела вам верить. Просто не вываливайся из домика, лады? Чего? Забей. Как нам помочь Салу? О, у меня есть план. Просто постой секунду, смирно. Ё. О, как ярко-то. Чёрт. Ура, получилось. Ну, я не знаю, чё факт фотка и чё. Они могут подумать, что фотка липовая. Боюсь, ты опоздала, дорогуша. Его сейчас пристёгивают к стулу. Остановитесь. Он говорил правду. У меня есть доказательства. Прошу. Вы должны остановиться. Просто посмотрите на то, что я нашла. Эй. Эй, остановитесь. Нет. Нет. Время смерти 18.33. Сал, боже, нет. Да. Вот так заканчивается четвёртый эпизод. На том, что она приходит... На эти похороны... Ну, понятно, это все соседи с этого. В смысле, выход. Она ж не может сейчас уйти. Капец. Короче, все соседи. Подожди. Тело Ларри так и не нашли. Вот. Маска. Салли. Так. Жаль, что тебя нет рядом, Сал. Ну, да. А, ну это ещё не конец четвёртого эпизода, по-моему. Прости, что не навещала пару ночей. Тучи сгущаются. Прошло пять месяцев с тех пор, как тот сбежал из лечебницы. Надеюсь, он в порядке? Наверное, он под странной церковью. Это единственное место, куда мы не смогли добраться. Они там, я уверен. И у них мой тот. Ты забрал динамит у своего армейского приятеля? Прошлую ночь ты нашла, как пробраться внутрь? Кажется, да. Пойдём во вторник ночи. Они в это время всегда сидят тихо. Помни... Помни наш уговор, если нас поймают? Не поймают. Мы вытащим Тодда и разнесём это место в крошки. Нил, я серьёзно. Я тоже. Но если нас поймают, мы заберём их с собой. Я готов. Хорошо, хоть кто-то из нас готов. Так, подожди. Кхм. Заметки. Ну, понятно, что тот был заражён тьмой. Что это мы всё должны предотвратить. И играем уже за девку. Чего? Помню, как мы сделали это фото. Это было после того, как ушёл отец Ларри. Ларри и его мама несколько лет жили с бабушкой. Прямо через дорогу от меня. Тогда-то мы и подружились. Прикольно. Ну, кстати, эту фотку я не видел. По-моему. О, котик. Привет, Гизма. Тебе что-нибудь нужно? Он не покидал твою комнату со дня казни. Как будто всё знает. Да. Жалко котика. Кстати, а по телеку что-нибудь покажут? Чё? Фига себе, серьёзно? Так, а вот не помню. Это Мэйпл? А, это девушка Пыха. Привет, Мэйпл. Ты как? Жесть. Мы с Нилом скоро вернём Тодда. Возможно, придётся посадить его с тобой. По крайней мере, пока не найдём вариант получше. Надеюсь, ты не против. Мне нужно быстренько сбегать в сарай. Но когда вернусь, принесу тебе вкусный горячий суп. Да, она прям на зомби похожа. Это тётка. Понятно. Того, как она начала превращаться. Да? Забрать свёрток. А какой пароль? Блин, я чё, знаю? Так. Подожди-ка. Угу. Так. Так, лады. Так. Ммм. Так, 403 53, 64 53, 64 Так, ну их не план, как захватить этих культистов Какое-то там пророчество, блять Но они реально как-то сверхъестественное у них, блять, прям Чё? Мы получили эти странные пирамиды по почте Очередной свёрток от нашего таинственного помощника культиста Третья пирамида лежала у Тодда в сарае В своих заметках он писал, что нашёл их в храме под старыми апартаментами Кажется, они важны Так Ага, пирамиды Мне кажется, они с тобой как-то связаны Ну да Как бы я ни крутила, ничего не происходит А мне казалось, на этот раз хоть что-нибудь случится Я должна тебе кое-что рассказать Что именно Поначалу подвены были откровенно дерьмовыми Но теперь они научили их всех делать Разница стала почти незаметна Никому нельзя доверять Ох, чувиха, у меня от них мурошки по коже Они даже не люди И не говори Думаешь, мы сможем найти Сала с помощью этой пирамидной хреновины Которую раздобыл Тодд? Похоже на то Я собрала всё, что смогла найти о старых пророчествах культа Там говорится, что началом их конца Ставны три пирамиды Всё указывает на то, что Сал единственный Кто может их остановить Не уверена, что именно нужно делать Но других вариантов у нас нет Я всегда узнал, что Сали Крамсали ждут великие дела Не сдавайся, что должна его найти Не сдамся, ни за что Осталось найти ещё две пирамиды Я тебе помогу, когда выберешь из этого Ебучего домика на этом ебучем дереве Ларри, ты уверен, что это хорошая идея? Вдруг мы сожжём домик, и всё станет только хуже Поверь, хуже некуда Не могу я так больше жить Хотя жить, конечно, сильно сказано Ну да хрен с ним Задолбался я тут торчать Ты не понимаешь, какого мне? Эта пытка... А, эта пытка меня ломает К тому же, по-другому снять заклятие мы не смогли Вдруг ты окажешься в чёрной комнате, а не на свободе Вдруг твоя душа растворится во тьме Всё возможно, но лучше кануть небытие Чем дальше влачить своё жалкое существование Я прошу тебя, Эш, помоги мне Пообещай, что будет всё в порядке Пообещай, что не растворишься Обещаю Да Я возвращалась к сожжённому дереву несколько недель подряд Лари Больше нет Я больше не могу туда ходить Очередной проёб в длинном списке моих провалов Этим утром я пришла к Нилу, но... Ау, Нил, ты дома? Легенда о Греях Раз уж мы собрались пойти эту ночь в храм Я взял от С4 сумки Нила А, это сейчас такая жопа будет, когда это Найти Нила Нет, телеку убить нельзя Бляха, дело, дрянь Это входная дверь, хлоп Входная? Хм... Ну здесь тоже ничего, да? Это входную дверь проверять надо, да? Там, блядь Еще нет В смысле нет В смысле письмо На столе лежит записка Эш, у них Мэйпл и Нил, ты должна действовать быстро Сегодня храм почти не охраняется Заходи через ход, о котором я писал раньше Как только окажешься в главном зале, нужно будет вести себя аккуратно В храме есть 4 столба Развести на них заряды и взорви к чертовой матери Ну понятно В храме Не задевай чаши Понятно На обратной стороне письма была нарисована карта С расположением чаш Я не стала терять время И сразу направилась в храм Вот и х... церковь Че, серьезно? Теперь отсюда мы начнем все это располагать, да? Трэш Западный коридор Ладно, ребят Наверное, я думаю, на этом Конец четвертого эпизода мы сделаем У нас получился Сколько? 36 минут Я думаю, кусочек как раз нормально Спасибо, что досмотрели именно Как сказать Кусочек четвертого эпизода Вот А всем, наверное, до новых встреч Всем Ну Встретимся в последнем эпизоде, как говорится Вот, раз это уже пятый эпизод Вот А всем до новых встреч Всем всего хорошего Спасибо, что смотрели Не забывайте про лайки Не забывайте ставить колокольчик и приглашать друзей Ну а с вами был Казоков и Мэли, дружочек Всем удачи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok